представляю вам химеру blue triumph моя любимая цветет она у меня второй раз первый раз дала один цветочек должна она по идее ровненькую розеточку растите красивая должна быть с большой шапочкой но пока мы этого не добились вот так что сейчас я вот вам покажу сделаю фотографии красивые потом удалю цветоносы пересажу в меньший горшочек в свежую землю и буду ждать а еще я удалю нижние листочки вот он видите какой этот нижний листочек он по размеру меньше чем верхний и это неправильно такие листочки надо удалять вот и еще что хочу показать вот здесь вот надеюсь вам видно там детки поэтому детки я не буду трогать конечно пасынки это мы будем растить их я очень люблю этот сорт кстати вот многие говорят что early spring сорт очень похож на blue triumph но только цветочками не розеткой потому что розетки у них совершенно разные сейчас я вам покажу вот это вот спорт early spring а это blue triumph так что они совершенно разные но говорят цветочки должны быть у них похоже ну как я уже говорила blue triumph уже другая история он процвел спортом так что вот этот очень красивый почему-то он стал редким я не знаю почему но я постараюсь его удержать в своей коллекции вы знаете что это не всегда удается иногда просто сорт потеряется пропадает розетка или не дай бог что-то там с ней но я буду вот и за поэтому я буду растить эти пасынки и рассаживать их потом вот сейчас буду показывать еще что у меня расцвела я сфотографировала цветочки поближе очень красивые по сорту надеюсь что следующий раз зацветет шапкой я вам покажу конечно всем привет распустились еще несколько май фиалочек и я хочу вам их показать вот начну я красивого сорта and seduction он очень красивый у него вот эти вот белые такие как блики это не как фэнтези там какие-то точки или полосочки а как блики и он очень интересный сорт и он настолько необычные у него даже с другой стороны листиков с обратной стороны листиков тоже есть пятнышки розовые такие я покажу фотографию не хочу переворачивать фиалочку вот этот сорт хорошо цветет охотно он у меня небольшой шапочного цветения не было никогда это я покажу фотографии но вот эта розеточка цветет у меня второй раз только начинает но я уже не могла дождаться надо было показывать так что сейчас покажу еще дальше другую фиалочку это фотографии цветов предыдущего цветения очень красивые яркие с этими бликами белыми и как я говорила листочки имеют пятнышки такие же блики с изнанки они ярко-красный вот с такими пятнышками этот сорт называется селья очень старый сорт и у меня с ним отношение вот только стали налаживаться я очень давно вы не поверите года наверное четыре назад заказала листочек и он не в таком виде пришел этот листочек что я думала что не выживет просто вот он был вот такого размера примерно этот листочек который я купила вот маленький был и он пришел обломанный и вялый и что только я с ним не делала и вот представьте себе что за четыре года это вот первый раз цветет фиалка это не не нравится я не знаю что ей надо вот посмотрите что творится с центром я ее уже переставляла тона на серединку то на краешек полки я не знаю короче вот так вот она у меня цветет и после того как я вам ее показала вот я обломаю уберу цветоносы удалю удалю вот эти вот ювенильные листики которые я еще не удаляла даже потому что я вообще боялась трогать думаю ради бога пускай она растет вот и я попробую посмотреть что с ней не так почему она у меня вот вы видите эти листики были ровненькие потом она стала вдруг вот так вот крутится вот еще посмотрите какой листочек вот видите тоже кривой и мне не нравится и короче я это все посмотрю я удалю вот эти все листья нижние которые которые самые первые где мало пестролистности удалю цветоносы и посмотрю что я буду с ней делать я ее оставлю или она у меня улетит куда-нибудь в дальние страны края вот так что не знаю я пока ее никому не советую она у меня как-то еще капризничает скажем так мягко говоря вот но пестролистность я хочу сказать у нее красивая вот посмотрите такая какая-то мраморная я вообще люблю старые сорта и я все таки хочу посмотреть что у меня с ней получится цветочки мне нравится вы знаете что очень старые сорта и у них никогда не было крупных цветов это вот новые все они крупнее и крупнее и крупнее а первые фиалочки они же были вообще очень мелкие сначала они были просто как анютки а потом уже стали полумахровые махровые все крупнее крупнее купли крупней вот а это старая за тоже фиалочка она махровая или полумахровая нет она все-таки махровая я не помню по описанию вот надо посмотреть first class я вам потом напишу в этом дам такую информацию вот но она приятная она мне нравится и я ее пока подержу это один из последних сортов бакай изи лавинг я всегда с вами откровенно ничего не приукрашиваю поэтому сразу скажу что этот сорт мне не хочется держать в коллекции и он у меня уйдет потому что он неохотно растет мелкие цветы наверное симпатичные я не знаю но я люблю держать свои коллекции так чтобы было просто ах вот посмотрите какой маленький цветочек это не мой любимый размерчик поэтому даже не буду заострять внимание задерживать вас на этом сорте вот не хочу я его держать он мне не очень нравится вернее совсем не нравится и уйдет в хорошие руки это ли он с early spring я вам показывала в предыдущем обзоре у меня был спорт а это даже не знаю как расценить вроде не спорт а вроде не сорт он должен быть белый с голубыми ободками там ну вот какой-то он вроде белый с голубым не знаю наверное все таки это спорт но совсем другой вот еще там один цветочек лезет вообще непонятно какой-то пестролистность конечно красивая розовая очень интересная вот но он тоже у меня не задержится сто процентов я не люблю капризуль и с ними не вожусь вот довольно крупный цветочек вот но у меня мало места для спортов чтобы держать спорты так что пока пока этому сорту больше я его не завожу у меня было очень много деток ни один не расцвел так как я видела фотографии на интернете чтобы он был именно белый синим то есть привет ему все он у меня уходит из коллекции это точно совершенно этот сорт называется сора фазе фейс это второе цветение вот и я немножко разочарована потому что первое цветение было гораздо интереснее я конечно покажу фотографии после этого вот вы увидите вот такие вот удлиненные лепесточки нижние верхние коротенькие коротенькие с затемнением с такими более темным верхом значит я удалю этот цветок и удалю вот эти вот нижние листья пересажу его может быть он опять выдаст мне такие же красивые как в первый раз вот но фотографии остались и я вам покажу сорт красиво я вообще люблю сорта 40 так что я рекомендую вам я знаю что в россии на украине можно купить этот сорт он нередки очень понравится нам я уверена как обещала показываю розеточку сора фазе фейс предыдущего цветения вы только посмотрите какая она ровненькая красивая блестящая сколько цветов там они конечно не стоячие цветоносы но очень красивые вот вот эти две фотографии это самого-самого первого цветения я все-таки решила их включить вот а предыдущее цветение яркие темные все по точно по сорту я просто не могла остановиться все время снимала и снимала и снимала вот очень красивые цветы обожаю этот сорт и советую всем его приобретать потому что он беспроблемный красивый и просто в удовольствие хозяйки коллекции приобретайте этот сорт называется морнин колл утренний звонок называется вот я прямо только что вот удалила листочки старые чтобы не так не уродовали чтобы они эту розеточку а вот вот что осталось честно скажу вам что этот сорт для меня тоже не ах симпатичный но таких сортов я не знаю сколько можно набрать я видела фотографии на интернете почему я его купила очень красивая пестролистность но я почему-то ее не вижу у себя вот это у меня еще одна есть розетка она не цветет сейчас вот ну не знаю не буду его держать у себя хотя он очень симпатичный но для того чтобы мне держать своей коллекции мне этого мало мне надо чтобы было ах так что этому тоже цветочку я скажу пока пока ну вот добрались я это на десерт оставила эту красоточку называется каджанс фасинейтинг фэрри ну это просто я обожаю этот сорт он у меня ни разу не цвел шапкой я не знаю он должен цвести шапкой наверное может быть условия мои не подходят но цветок это же просто роскошь это фиолетовый с розовым фэнтези и довольно крупный вот как вы видите довольно крупный и махровый это то что я люблю опять же я не знаю он у меня уже давно уже там довольно такой толстенький стебелек шейка я имею ввиду вот я не знаю попробую я опять же удалю цветок и пересажу может быть поменьше посуду может быть это для него великовато хотя я не так давно удалила нижний ряд но я что хочу сказать что для меня этот цветок ах я очень его люблю мне очень нравится поэтому я еще попробую побороться за то чтобы получить такую разе шапочное цветение и ровненькую розетку я что думаю что для этого сорта слишком много было света как вы видите вот здесь вот загущен центр может быть поэтому но сорт красивый у него сейчас я попробую перевернуть вот у него красные листья снизу вот они он меня тоже конечно на стоит на фитиле у меня все фиалки на фитиле стоят вот так что я вам советую если вы любите вот такие вот бархатные фиолетовые с розовым фэнтези то купите попробуйте может быть ваших условиях будет получше расти я попробую пересадить на другую полку переставить может быть получше будет я не знаю может ему прохладнее комната нужна меня наверху довольно жарко я его держу внизу уже несколько месяцев но видимо это еще недостаточно чтобы видеть результат так что будем смотреть до следующего цветения на этом я с вами прощаюсь на сегодня обзор закончили и до следующих встреч не забудьте пожалуйста поставить лайки и задавайте вопросы я всегда на них отвечу вот всего хорошего и вашим фиалочкам пышного цветения заглядывайте на мой канал почаще спасибо вам пока